Дороги. О них мы постоянно говорим в своих сюжетах, однако это неудивительно, ведь они являются значимой составляющей инфраструктуры областного центра. И сегодня они по-прежнему находятся в центре внимания. Для Дорожно-эксплуатационной службы Бреста важно не просто залатать недочеты на дорожном покрытии, а полностью заменить тот или иной участок, наведя красоту на улицах, особенно отдаленных от центра. Так на улице Белорусской уложили новое покрытие. А теперь, чтобы работа была доделана до конца, работники ДЭПа приступили к укладке нового тротуара. Здесь выполнены работы по устройству дорожного бордура, тротуары по всей протяженности улицы Белорусской и дождевой канализации. В ближайшее время эти работы планируется закончить. Кроме того, из значительных работ уже на этой неделе начаты работы по улице Свято-Панасинской. Пока идут работы по укладке кабелей, освещение устройства. И на следующей неделе мы начнем уже работы по установке дорожного бордюра, одностороннего тротуара. И далее уже, где-то уже более ближе, примерно к октябрю месяцу, планируется асфальтирование данной улицы. Да, планы грандиозные. Вот только погодные условия, а именно жара в плюс 35 градусов, носят свои коррективы в работу представителей ДЭПа. Сегодня аномально жаркая погода доставила массу проблем как брещанам, так и дорожникам. Основная проблема для них в такую погоду – образование колейности. На дорогах, которые за городом, при такой температуре, при плюс 25 градусах, уже прекращается, запрещено движение тяжеловесных транспорта. К сожалению, в городе такая норма не действует. Поэтому здесь и в 25, и в 35, то есть происходит все тяжеловесный транспорт, движется. И это вот самое основное, что эти машины, которые, те же троллейбусы, которых нагрузка на ось очень большая, и все время идут по одному маршруту. Плюс, ну, все эти машины, которые там перевозят тяжелые грузы, они, конечно, очень сильно влияют на состояние дорожного покрытия. Но единственным спасением в этой ситуации, оно и решение принято, после 25 градусов производится полив. Полив дорог – это однозначно наилучший результат остудить дорожное полотно. Ведь нагревание асфальта в аномальную жару может достигать 40-60 градусов. Сегодня на улицу Московскую кокартерию с интенсивным движением в жару поливают не менее 7 раз в день. Такая же кратность в увлажнении других улиц, на которых осуществляется большой поток автомобилей. На основных магистралях, где основная нагрузка общественного транспорта – это Ленина, Машерова и Московская, мы производим полив проезжей части. Полив производим в дневное время с 12 до 6, с 13 дня до 6 вечера. То есть машины ездят по кругу без остановки. То есть машина поехала, вылила свой объем воды, поехала на заправку, удалила, поехала дальше по кругу. Впрочем, заботятся в Брестской дорожной эксплуатационной службе не только об улицах, но и о людях, которые их чистят и ремонтируют. Такая жара на качество работ не влияет. Просто мы стараемся в первую очередь заботиться о людях, чтобы они не пострадали. В связи с тем, что уже долгое время держится жара, это может плохо сказываться на здоровье, поэтому мы заботимся о людях. И дополнительные 10 минут прерыва в час, плюс подвоз воды, ну и стараемся как-то организовывать место, где есть тень, чтобы они могли остыть. Будто дождь или палящее солнце, сотрудники Брестского депо продолжают работать быстро и качественно. А это значит, что они для брещан делают все, чтобы им жилось комфортно.